Начнем с главной международной новости. Несколько часов назад мировое агентство с пометкой срочно сообщили об импичменте президенту Южной Кореи Пак Кэнхи окончательно отстранена от власти решением Конституционного суда. И войдет в историю не только как первая женщина, занявшая высшее государственное по стране, но и как первый лидер, досрочно снятый с него. Таким образом, поставлена точка в громком скандале, где фигурировали и коррупция, и даже мистика. Роман Кудрина о финале этой истории. Как только решение Конституционного суда было объявлено в прямом эфире Южно-Корейского телевидения, многотысячная толпа, собравшаяся в центре Сеула, буквально взревела от восторга. Я очень волновалась, что импичмент не пройдет. Но вот это случилось, и я просто счастлива. Наконец-то справедливость восторжесовала. Теперь наш бывший президент должен отправиться за решетку. Более 80% граждан страны выступали за ее отставку. Мы не зря проводили акции протестов против нее, не зря страдали. Теперь, когда она больше не президент, надеюсь, наша страна заживет гораздо лучше. А спустя какие-то минуты сторонники и противники, теперь уже бывшего президента, проводившие параллельные митинги, не сдержав эмоции, сошлись в рукопашную. Власти, предвидя, что это утро в Сеуле вряд ли пройдет спокойно, предприняли невиданные меры безопасности. В центре города, вокруг здания Конституционного суда, дежурили почти 5000 полицейских. Однако разъяренных людей было не так-то просто сдержать. За утверждение импичмента президенту страны проголосовали все 8 членов Конституционного суда. Мы пришли к мнению, что противоречащие Конституции и закону действия ответчика подорвали доверие граждан к президенту и должны быть признаны абсолютно неприемлемыми. Мы уверены, что наше решение пойдет на пользу государству. Мы согласны, что Пак Кэнхе больше не может быть президентом. Все началось с того, что в руки журналистов попал планшет лучшей подруги президента Цой Сун Силь. На нем были обнаружены сотни документов государственной важности. Выяснилось, что именно она в первую очередь редактировала речи президента и таким образом, не занимая никаких официальных постов, могла влиять на принятие важнейших политических и экономических решений. Более того, Цой Сун Силь, которую журналисты окрестили гадалкой, ее отец был когда-то лидером секты, оказалась замешанной в масштабном коррупционном скандале. Ее обвинили в том, что, пользуясь своими связями, она заставляла крупные компании перечислять огромные суммы на счета принадлежавших ей фондов. Прокуратура объявила о начале расследования злоупотреблений в высших эшелонах власти, а по южнокорейским городам прокатились массовые протесты с требованием отставки президента. Несмотря на клятвы Пак Кэнхе, что она не причастна к злоупотреблениям, ей уже не верили. Ее рейтинг упал ниже 4%, а 8 из 10 граждан страны выступали за ее отставку. И вскоре парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. А по итогам расследования антикоррупционной комиссии Пак Кэнхе была объявлена подозреваемой в сговоре со своей подругой с целью получения взяток. Теперь, когда экс-президент потеряла иммунитет от уголовной ответственности, ее наверняка ждут долгие судебные разбирательства, а Южную Корею – выборы нового главы государства. Роман Кудрин, Дмитрий Жгенти, Первый канал.